Приход святителя Николая Японского в белорусской столице известен своими миссионерскими и социальными проектами. Одним из самых ярких стал концерт солиста белорусской фолк-рок группы «Палац» Олега Хоменко. В актовом зале одной из школ Минска собрались и прихожане храма святителя Николая Японского, и многочисленные друзья прихода, в том числе гости из Великобритании и Японии. Как и многие поклонники группы «Палац» в Беларуси, да, следим за творчеством. Нам очень нравится то, что делает Олег Хоменко. И я знаю, что он человек православный по крещению. Тем более, что как носитель белорусской культуры, носитель красивого белорусского языка, он не стесняется говорить о своем статусе православного христианина. На своих концертах он говорит о посте, он поздравляет с праздником Пасхи, Рождества Христова. И это вызывает, конечно же, симпатии. А у Олега Хоменко вызывает симпатию то, что приход святителя Николая Японского занимается очень необходимым для нашего общества делом, а именно защитой семьи и материнства. То, что вера и дела прихожан и друзей храма святителя Николая Японского не расходятся, видно воочию. Здесь не только ратуют за многодетность, за прекращение абортов, за укрепление семей. Здесь можно увидеть живое воплощение белорусской традиционной многодетной семьи. Пример подают и сами батюшки. У нас стоятеля храма, например, четверо детей. А теперь присели. Присели тихенько. В восторге от концерта не только дети. Особенно понравилось выступление Олега Хоменко гостю из Японии. Такая красивая мелодия, что я чуть-чуть дремлюсь. Творчество Олега Хоменко и Палаца в основном, хоть и авторское, истоки черпают в народной культуре, где христианские смыслы тесно переплетены с этническими. Народная культура, и она безумовно захована так само и христианскими институтами. И еще ровно вось у традиционной культуры там вельми мощно поеднано. Там немогчимы разрывать. Там немогчимы разрывать, чаму мы святкуем вербу, чаму отбываются святы возле дек, а не по иншему. Радовница стала саправды агульно державным святам у белорусов. И гэта вось и знову жа тыя рычы, які разрывать немогчимы. Традиционная культура несет в себе и огромный жизнеутверждающий посыл, где понятие материнства святое, где многодетность – дар Божий. И актуализация этих ценностей в современной жизни Беларуси способна вывести нашу страну из кризиса духовного и, как его следствие, демографического. Творчество Олега Хоменко созвучно тем идеалам, которыми живут верующие. Может быть, поэтому музыкой лидера группы «Палац» озвучены ролики, анонсирующие международную кампанию в защиту жизни нерожденных младенцев «От океана до океана». Мы тогда решили снять два промо-ролика и попросили у Олега Хоменко, я вышел с ним на связь, попросили, чтобы музыкальное сопровождение в ролике была песня группы «Палац». Вот он согласился, и вот с этого было положено начало нашего общения. Концерт лидера группы «Палац» Олега Хоменко стал музыкальным подарком собравшимся к престольному празднику храма и, можно сказать, совместным подарком самыми младшими прихожанами. Восточноевропейское бюро телеканала «Союз», Беларусь, Минск. Спасибо. 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 Спасибо.